доброго времени 7 суток итак от голой теории приступлю к моей практике реализации этих блоков промышленного пчеловодства сегодня расскажу и покажу систему ульев которые я выбрал для своего промышленного пчеловодства и эти первые проблемы с какими столкнулся по пути к этому промышленному пчеловодству итак первое это основа то есть поддон на который ставится улей выбрал систему поддона 2 на 1 что не для погрузчика потому как погрузчик для этого стационарного тачка что на видео не нужен 2 на 1 потому как тачок небольших размеров на 40 50 улей в максимум и для лета пчелы в одну сторону приблизительный размер этого поддона это 10 сантиметров высоты длины 1 метр ширины 45 сантиметров сделан из того что было под рукой дерево брус и так дальше второе это подставка под сетчатое дно чтобы не было нижнего сказного задувания ветра в осенний и осенний период такую подставку рекомендуют в районе 10 сантиметров высоты в виде обычного подкрышника для того что максимально удешевить конструкции улья подложил обычный корпус на полурамку 145 миллиметров такие корпуса используют для сбора сотового меда на подсолнухе только потому они просто есть у меня в наличии и затрат на их изготовления нету но эту подставку использовать совсем не обязательно на промпасеках держат породную пчелу на сильных семьях на сетке круглый год без проблем но у меня пока семьи не такие породные и сильные потому лучше на первых прав подстраховаться такой подставкой тем более работы там на минуту и с моим количеством семей это не займет часы третье это сетчатое дно здесь все просто и понятно задача стояла сделать максимально дешевое и простое в составлении основание для сетки следком и прилеткой материал выбрал usb плиту толщиной 10 миллиметров и и легко кроить погружной пилой по шине отверстие по сетку площадью около тысячи сантиметров квадратных вырезать торцовочной пилой за секунды окантовку подлеток сделал из той же полоски usb по толщине корпуса все просто дешево и размеры подобраны по размерам корпуса рута толщиной стенки 25 миллиметров без фальцевых на литок накинула еще пять сантиметров длины на и в задней части оставил два сантиметра длины для захвата апеллифтом по размерам корпуса по французской системе транспортировки ульев но про это детальнее позже сетку использовал оцинкованную просечную вытяжную размеры ячейки 2 на 8 миллиметров выбрал ее как самую оптимальную по качеству и цене на данный момент времени цена получилась районе всего лишь 75 центов на одно но такое сетчатая и 4 это сами гнездовые корпуса и здесь проблема у меня семьи на рамках трехсотых в улях лежаках а нужно перевести на рамки двести тридцатый улья ланстрата рута то есть десяти рамочные корпусные поскольку у меня уже есть наличие старые десяти рамочные корпуса на трехсотую рамку то решил пересаживать постепенно на протяжении лета сейчас задача пересадить системе из ульев лежаков в эти 10 рамочные корпуса а потом доставлять сверху уже корпуса под рамки рута на двести тридцать миллиметров и когда матка уйдет сеть вверх на новые рамки забрать нижний корпус на 300 потому на видео эти самые старые временные переходные корпуса которые будут заменять на новые деревянные тонкостенные рутовские корпуса по мере перехода матки на новые рамки потом насчет летка поскольку у меня носичатая и с закрытым полностью летком семья не спариться не утонет конденсате от влаги то сделал леток всего на три позиции без летка это для лета пчелы летом и размеры его получается 10 миллиметров высоты и 380 миллиметров длины для осени и весны леток ограничил планкой ее размеры составляют 8 миллиметров высоты и 70 миллиметров длины для зимы от мышей и для перевозки пчел это полностью закрытый литок перевернутый планкой дальше 5 это подкрышник я просто привык использовать подкрышник так проще и зимой просмотреть семьи лепешку кинуть и так дальше так проще лично для меня вместо холстика использую обычную полиэтиленовую пленку поскольку она прозрачная и очень дешевая и дает демократизация улья в крыше это очень важно для ульев с нижней вентиляции на базе сетчатого дна чтобы не было сквозняка пчелы живые организмы живые организмы ох как не любят сквозняков вот даже взять себя прошлым летом уснул летом в жару на сквозняке казалось прохладно мне место но он проснулся уже с рипами с температурой потому выбрал для пчелок систему ульев по принципу дупла с нижней сеткой и верхней герметической крышей крышу утепляю пенопластом под размер самого подкрышника взял плотный пенопласт чтобы можно было приклеить ручки для удобства работы кроме того весной и осенью можно подложить теплоотражатель под пенопласт чтобы тепло отбивать назад в гнездо и под крышей была максимальная температура для расплода и последнее шестое это сама непосредственно крыша так как основной принцип улья для промпасеки это дешевизна его изготовление и простота то для крыши выбрал просто согнутая оцинкованная жесть по размерам под крышников так чтобы плотненько надевалась эта жесть и не слетала несмотря на свой копеечный вес и большую парусность даже при очень сильных порывах ветра для надежности конечно же можно закрутить пару шурупов типа защелки стоимостью всего там пару центов тогда его ран не сдует от жестяной крыши ну вот и все рассказал кратенько но саму идею мою промышленного улья постарался передать довольно детально если нужно видео с размером и более детальной информацией пишите от сниму всем пчеловодам удачного открытия сезона 2016 и нарастить крепкие семена основной взяток спасибо спасибо Продолжение следует...